Добрый день! Вот у нас и следующая сказка. Написал её Степанов. Серебряный ключ. Перед самым Новым годом захотелось зайцу морковки. А где её зимой взять? Зима не лето. Спустился заяц во враг, стал воду пить и нашёл на самом дне серебряный ключик. Подскакал заяц к лосёнку. Дай, говорит, давай меняться. Я тебе серебряный ключик дам, а ты мне морковку. Я бы с удовольствием вздохнул лосёнок. Только у меня, кроме брусничных ягод, ничего нет. Да и те кончаются. Вступай лучше к хомячку. Хорошо. Хороший у тебя ключик, похвалил заяц хомячок. Как раз для моей кладовочки. Только у меня, кроме пшеничных озёра, Зёрен, ничего нет. Да и те кончаются. Ты лучше на деревне сбегай к людям. Перекинул заяц через плечо мешок и поскакал в деревню через поле, через речку, через мостик берёзовый. Остановился заяц у крайней избы. Только хотел в окошко постучать. Как откуда ни возьмись, выскочила хозяйская собака. Залаяла она, заурчала. Испугался заяц и пустился на утёк. Прибежал заяц в лес. Отдышался, а навстречу Дед Мороз идёт. Серебряный ключик ищет. Показал ему заяц свою находку. Он самый ключик и есть. Ну, заяц, обрадовался Дед Мороз. Проси, теперь у меня всё, что не пожелаешь. Мне, дедушка, кроме морковки, ничего не надо. Только где же её зимой взять? Зима не лето. Верно, не лето, улыбнулся Дед Мороз. А серебряный ключик на что? Хлопнул Дед Мороз в ладоши. Появилась тройка лошадей, запряжённых в сани. А над них сундучок открыл Дед Мороз его серебряным ключиком и стал доставать из сундука подарки. Бруснику для лосёнка, зёрнышки для хомячка, морковку для зайца. А нам с вами новогодний пирог. Смотрите, какой красивый новогодний пирог. И вкусный, наверное. Вот такая история приключилась с зайчиком, который нашёл серебряный ключик. Подписывайтесь на канал и жду Ваших комментариев. Всего Вам доброго! До свидания!